Поколение смелых и благородных. За 170 лет пожарная служба проживает долгий и сложный путь развития. Спасатели борются с необузданной стихией, которая разрушает деревянные города. Укращают пламя во время Великой Отечественной, участвуют в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС. И каждый день сражаются за ценные жизни людей. Меняются технологии, оперативность, техника и экипировка. Но постоянно одно – во все времена такую опасную профессию выбирают лишь по зову сердца. От конного хода до качественной техники. Сейчас пожарные части оснащены новым современным оборудованием. Автомобили МЧС готовы к любым ЧП. Здесь есть защитные костюмы для химических аварий и сверхвысоких температур. 12 рукавов трех диаметров, цистерны, внутри которых 10 тысяч литров воды и 350 пенообразователя. Плюс бензопилы и бензорезы. С помощью автолестницы мы можем подняться на 30 метров вверх, то есть это соизмеримо девятого этажа. И можем приступать к слушанию пожара, также к эвакуации людей. Также она имеет маневренность. То есть мы непосредственно в этом окне можем спасать и в соседних окнах. Каждый с детства знает – быть спасателем – дело благородное, но опасное. Сотрудники МЧС проводят для школьников экскурсии. Первая пожарная аварийно-спасательная часть в этом году также отмечают юбилей – 120 лет. Здесь в музее ребята знакомятся не только с историей службы, но и с творчеством бобруйчан. В каждой картине восхищение самоотверженными героями. Я с детства мечтаю стать спасателем. Меня это очень вдохновляет, так как мой дядя работает в МЧС. Это очень ответственная профессия мужская. Я хочу, когда вырасту, спасать жизни людей. На сцене театра драмы и комедии имени Дунина Марценкевича проходит праздничный концерт. В торжественной обстановке чествуют тех, кто ежедневно рискует жизнью. Огнеборцам и ветеранам пожарной службы вручают почетные грамоты, благодарственные письма, нагрудные знаки и юбилейные медали. В адрес работников МЧС звучат теплые пожелания и искренние слова благодарности. Для них творческие выступления и музыкальные номера. Хочу поздравить коллектив с профессиональным праздником – Днем пожарной службы. За 170 лет служба прошла очень длительный, но благотворный путь. Сегодня это самостоятельная служба, которая способна выполнять все поставленные задачи нашим правительствам, органами власти, министерствам по чрезвычайным ситуациям. Хочу поздравить также членов семей, ветеранов службы с Днем пожарной службы Республики Беларусь. Пожелать прежде всего крепкого здоровья, мирного неба и чтобы все наши воезда были только учебными. Праздник мужественных и отважных. На счету огнеборцев десятки тысяч спасенных жизней и ликвидированных происшествий. Все благодаря профессионализму, командному духу и преданности делу. Ведь чтобы отправиться в горячий бой с непредсказуемой стихией, надо обладать безграничной смелостью и быть готовым в любой ситуации протянуть руку помощи. Служба спасателей и опасна, и трудна, но ценна каждым жителям нашей страны. Елизавета Лепеева, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360.